Пять лет назад в погоне за сенсацией репортер BBC Мартин Башир обманул принцессу Диану, убедив её в том, что за ней следят британские спецслужбы, и к организации этой слежки причастен её супруг принц Чарльз. Подтверждая свои слова, журналист предъявил брату Дианы фальшивые банковские выписки, из которых следовало, что среди её ближайшего окружения действуют платные осведомители. По просьбе Башира липовые документы изготовил графический дизайнер Мэтт Уислер, сотрудничавший с BBC. В итоге Диана согласилась на интервью и откровенно рассказала о семейных тайнах и о том, что её супруг и она сама были друг другу неверны. Как вы думаете, ваш брак развалился из-за миссис Паркер Боулс? В этом браке нас было трое. Было тесновато. Для BBC это была невероятная сенсация. Малоизвестный Мартин Башир мгновенно стал телезвездой, получив несколько премий и предложения работать в Соединённых Штатах. А Чарльз и Диана в итоге развелись. Через два года принцесса трагически погибла в автомобильной катастрофе. Подлый способ, с помощью которого было организовано это интервью, серьёзно повлиял на то, что сказала моя мать. Дети Дианы и её бывший супруг теперь получили письма с извинениями от BBC. Но прошло уже 25 лет. Хотя ещё в 90-е авторы интервью подозревали в нечестной игре. BBC вроде бы пыталась во всём разобраться. Этим занимался тогда руководитель информационной службы Тони Холл. Впоследствии он получил титул Лорда и несколько лет руководил корпорацией. Проведённое теперь независимое расследование установило, что Лорд Холл даже не пытался докопаться до правды. Это колоссальный удар по престижу BBC, корпорации, которая вещает уже 99 лет. И, наверное, самый худший момент за всю историю её существования. Поставлены под сомнение принципиальность, правдивость и нравственность организации, в которой лично я проработал 20 лет и которая преподносила себя как золотой стандарт объективности. Лорд Холл теперь заведует Национальной художественной галереей. А журналист Мартин Башир за неделю до публикации результатов расследования уволился из BBC по состоянию здоровья. Историей с фальшивыми выписками заинтересовался Скотланд-Ярд. Впрочем, до сих пор сыщики сомневались, что в ней есть что-то криминальное. Премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что он обеспокоен ситуацией вокруг BBC. Из-за океана откликнулся живущий в США младший сын принцессы Дианы Гарри. В Америке тут же вышло еще одно скандальное интервью принца, в котором он в очередной раз обвинил в равнодушии королевскую семью, когда он и Меган страдали от преследования прессы. Гарри заявил, что его супругу чуть было не довели до самоубийства, но родственники, включая отца, ничем ему не помогли. Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Я думал, моя семья поможет, но ответом на каждую просьбу были полная тишина и полное пренебрежение. Гарри также рассказал, что из-за травмы, связанной с потерей матери, став взрослым, он принимал наркотики и начал пить. Откровения принца уже привели к его разрыву с королевской семьей, но не похоже, что он намерен на этом останавливаться и делает это добровольно и сознательно.